Газеты для хороших людей Газета «Эврика» — это, прежде всего, газета, которая пишет о социальных проблемах, каких-то аналитических материалов, касающихся общих проблем в стране, аналитических материалов о жизни общества не только у нас, но и за рубежом. И поэтому газета, конечно, предназначена для широкой аудитории, поэтому здесь каждый, наверное, найдет то, что интересно ему. Безусловно, на первых полосах материалы, касающиеся событий, произошедших в Актубе, в нашем городе, и далеко не всегда событий приятных и хороших. Чаще это происшествия, и в данном случае происшествие, которое в субботу было зарегистрировано в жилгородке на улице Чекалина. Многие уже об этом знают, что там очень старый дом загорелся, и хотя пожар был потушен быстро, тем не менее, шесть семей остались без крова. Сейчас они не могут проживать в этом доме, там даже полы прогорели, это все деревянный, щитовой домик 60-летней давности. К тому же есть проблема, что не все жильцы приватизировали свои квартиры, и они не состоят в очереди на получение жилья. Дом не признан аварийным, и как им теперь быть, и где жить, это, конечно, для людей очень большая проблема. Ответ в какой-то степени на эту тему может быть и на эти вопросы, которые вы только что озвучили. Сегодня будут высказаны главным архитектором Актубинской области Нурланом Бурамбаевым, который придет в гости в программу «С первых рук». Таким образом мы и продлим эту тему, продолжим ее в наших следующих программах. Конечно, информация о том, что в апреле наши депутаты вновь вернулись к теме лишения льгот пенсионеров и других категорий граждан, которые могли не платить за проезд в общественном транспорте, это тоже для, я считаю, многих людей очень неприятное известие. Поскольку в декабре был большой ажиотаж, связанный с тем, что люди начали собирать документы, доказывать, что они нуждаются в бесплатном проезде. Помните, какие были очереди в Сабесе, с каким трудом люди отстаивали эти очереди, сдавали документы, потом оказалось, что этого делать не надо. Но теперь, как выясняется, все-таки денег в бюджете на содержание всех льготников нет, и наши депутаты очень тщательно посчитали, кому же все-таки предоставить возможность ездить бесплатно в автобусах. Оказывается, что такую возможность оставляют теперь только ветеранам войны и инвалидам по зрению. Остальные же категории будут получать какие-то пособия, предназначенные в какой-то небольшой степени на компенсацию проезда. Возможно, не всем этих денег хватит, но, тем не менее, других возможностей сейчас нет. О том, как наш город выглядит после зимы, пишем, конечно, мы давно и рассказываем в телевизионных программах. И сейчас буквально все социальные сети полны фотографий, комментариев и очень неприятных постов о том, как люди реагируют на ямы, ухабы, грязь, мусор в разных районах нашего города. Работу над ошибками проводят и чиновники, и, в частности, в субботу был большой рейд, об этом тоже сообщалось и на телевидении. Но вот более подробно о том, как проходил этот рейд, какова реакция заместителя Акима города, что изменится, в чем причины, хотя бы основные причины того, что наши дороги в таком недовлетворительном состоянии. Вот обо всем этом можно будет прочитать в материальной нам 4-5 полосе. Казалось бы, коммунистическое прошлое осталось давно позади, и колхозы уже не существуют, и сельское хозяйство перешло на рыночные рельсы. Но, тем не менее, оказываются живы идеи, объединения, коллективизации, и, возможно, именно в этом направлении удастся что-то сделать с сельским хозяйством. Тем более высказывают сомнения, что давно нужно это было сделать. Первый пример уже появился, это сельскохозяйственный производственный кооператив Коминтерн, сохранивший название того колхоза, который когда-то был на этом самом месте. Может быть, в слове Коминтерн кроется такой секрет, который позволит возродить сельское хозяйство хотя бы в Мартугском районе для начала, а потом этот опыт будет передан в какие-то другие районы. Вот животноводство, чем всегда славился Мартуг, это крупный рогатый скот, это фермы, это молоко замечательное. Сейчас 60%, как здесь сказано, скота находятся в частной собственности, и, наверное, то, что объединяются крестьянские хозяйства, это тоже необходимо для возрождения села. Мартуг, конечно, это один из самых близких к городу населенных пунктов. Это не город, не Алга, не Хромтаут, не какой-то районный такой город, а именно село. И сохраняет он именно черты села. Но для многих актюринцев Мартуг – это что-то близкое, родное, это малая родина. Многие горожане известны родом из Мартуга. И я думаю, что то, что они прочитают в материале Дмитрия Шинкаренко, заденет струны их души, потому что здесь есть и печаль, и тоска, и надежды на то, что, наверное, что-то должно измениться. Все прекрасное вернется. Что-то должно измениться. Вчера праздновался День космонавтики и авиации. И, конечно, в центре внимания журналистов была тема космоса. У нас в гостях в нашем городе на прошлой неделе был космонавт Эмбетов. Айдын Эмбетов посетил редакцию газеты «Эврика» и ответил на вопросы журналистов. Очень откровенно, честно рассказал о том, каким трудным был его путь в космонавтику, в авиацию. И вот как он относится к тому, как сейчас складываются дела в нашей космонавтике отечественной. Конечно, я думаю, что этот материал тоже заинтересует наших читателей. Кстати, еще один интересный материал также на тему космонавтики. О первом космонавте Сирии на 11-й полосе рядом с материалом о казахстанском космонавте. Материал о Мухаммеде Ахмеде Фарисе, первом сирийском космонавте. Почему он именно не хочет сейчас идти на предложение, соглашаться на предложение России. Какова его была жизнь после того, как он побывал в космосе. Как Сирия отнеслась к своему национальному герою. Тоже довольно интересный материал. А знаете ли вы от морала, кто такие мриданги? Мриданги? Нет, Марина, не знаю. Значит, вы еще не до конца познакомились с материалом, который на 12-й полосе располагается. Что-то интригующее. И называется «О чем поют мриданги в октябринских степях?». Гость из Алматы, а вообще происхождением из Соединенных Штатов Америки, приверженец буддийского вероисповедания, побывал в Ак-Тубе и рассказал о своем отношении к религии, к музыке, о том, как они строят свою жизнь. И я думаю, что это тоже заинтересует людей именно прежде всего с точки зрения иной культуры, которая также приживается у нас в стране. В газете «Эврика» началась публикация материалов к Дню Победы. Мы не можем остаться в стороне от этой даты. В прошлом году ее отмечали очень масштабно. Это был юбилей, это было 70-летие со Дня Победы. Но сколько бы лет ни проходило, наверное, все-таки эта тема останется центральной каждое 9 мая. И мы не можем не отдать дань памяти тем людям, которые положили свою жизнь на Алтарь Победы. Те, кто дожили до наших дней, они уже являются героями, потому что на их глазах менялась страна, менялась история страны. Абсолютно изменился сам жизненный уклад. И сейчас эти бабушки и дедушки, которым 90 лет, наверное, уже или около 90 лет, а кому-то больше, они настолько интересно рассказывают о том, как они жили тогда. Для нас это многих и непонятно, а для молодого поколения вообще, наверное, трудно себе представить, как тогда жили люди. Как можно было пережить вообще все эти лишения, которым подверглись миллионы жителей нашей страны. Александра Дышлова, ветеран войны, который живет у нас в городе, рассказывает о том, что ей тоже довелось совсем юной девочке принять участие и в боевых действиях, и в службе военной, близко к фронту. О том, как они оказывались в этих ситуациях, как они реагировали, юные воины, можно так их назвать. Как они участвовали в боях. Обо всем этом в небольшом материале, но очень интересно рассказывает эта женщина. Актюбинцы могут присылать также свои рассказы, учитывая, что перед 9 мая эта тема будет освещаться? Ну, вообще серия посвящена рассказам самих участников войны, поскольку их осталось очень немного. И нам бы хотелось засвидетельствовать их личные воспоминания. В прошлом году действительно была большая серия заметок, в которых актюбинцы рассказывали о своих родственниках, погибших после или переживших войну, уже умерших в мирное время. В этом году газета решила уделить внимание тем ветеранам, которые сейчас еще рядом с нами. Поэтому и о том, какова была история, есть специальная рубрика «Газетные истории». В «Октюбинской правде», газете, которая выходила в военное время, в 40-е годы, находятся публикации, касающиеся именно апреля 1945 года. Этот месяц до победы. О чем писали газеты, о чем говорили люди, живущие в «Октюбе». Довольно интересная архивная подборка. Закончился проект «Ваша свадьба». Очень многие телезрители, я знаю, внимательно следили за этим проектом и на телеканале, и в социальных сетях. Было голосование, выбирали пару, одну из шести. И, наконец, вручен приз, сертификат на миллион тенген, организацию свадьбы победителям Руслану и Алине. И теперь эта молодая семья, которая уже знакома еще за несколько месяцев до свадьбы, но она уже знакома тысячам «Октюбинцев». Это, можно сказать, уже молодая пара, которая знакома и любима всеми нами. Вот о том, как проходил финал, как все-таки Алина и Руслан победили, почему им достался этот главный приз, во всем этом ведущая проекта Динара Жаналина рассказала в своем газетном материале. «Постоянная рубрика «Приемный день»» — это ваши жалобы, это ваши обращения. Я хотела бы напомнить нашим читателям, что вы можете писать не только письма в газету или звонить по телефону, вы можете также и в социальных сетях оставлять фотографии, писать о том, что вас раздражает, возмущает или, наоборот, радует в нашем городе. Всегда наша редакция ответит на ваши письма и вопросы. И это не все материалы, на которые мы могли остановиться. В рамках программы очень много интересных заметок, статей наших авторов. Поэтому покупайте газету «Эврика» и будьте в курсе всех событий. С вами был Акмурал Майкузов, а также главный редактор видеогруппы «Рика» Марина Васильева. Всего доброго.